Тираж проданных пластинок этого музыканта превышает 65 миллионов копий. Это больше, чем у любого другого музыканта 50-х, кроме Элвиса Пресли. Сначала не было названия для той музыки, которую играл Фэтс Домино. Музыкальные критики называют его дебютный сингл «The Fat Man» – первой рок-н-ролльной записью в истории. Пять альбомов Домино изданных до 1955 года были проданы тиражом более миллиона экземпляров и получили статус «золотых». Элвис Пресли называл его подлинным королем рок-н-ролла. Пол Маккартни, как рассказывают, написал песню «Леди Мадонна», подражая его стилю. Фэтс Домино – обладатель почетной награды Grammy Lifetime Achievement. В 1986 году он оказался среди первых музыкантов, включенных в музей славы рок-н-ролла. Антуан Домино-младший родился в Новом Орлеане 26 февраля 28 года в семье Скрипача. Младший из восьми детей в музыкальной семье он говорил на кривольском французском до того, как выучил английский. Когда Домино было семь лет, его шуринг Харрисон Верет научил его играть на пианино и познакомил с яркой музыкальной сценой нового Орлеана. К десяти годам талантливый мальчик уже выступал как певец и пианист. Прозвище Фэтс он получил от Билла Даймонда, лидера группы, в которой он подростком играл на пианино. Даймонд сказал тогда, что техника игры Антуана напоминала ему двух музыкантов – Фэтса Лоллера и Фэтса Пичона. Семья Домино была бедной, и в 14 лет ему пришлось бросить школу и поступить на работу на фабрику по производству пружин для матрасов, а по вечерам он играл в местных барах. И вскоре он начал аккомпанировать таким знаменитостям нового Орлеана, как профессор Лонхайер и Эймос Билберн. Таланты юноши были замечены, и вскоре ему предложили записать песню. Первый сингл The Thet Man произвел невероятный фурор, как только вышел на прилавки магазинов. Хоть исполнитель и не был одинок в поиске нового звучания и необычных ритмов, он стал первым, кому удалось соединить все наработки предшественников. Успех был настолько ошеломительным, что меньше чем за месяц после выхода сингла он преодолел тираж в миллион пластинок. Это можно было назвать хорошим результатом для уже популярных исполнителей, а для новичка это стало рекордом и сделало фест с домино сенсацией. В скором времени он собирает группу и сотрудничает с известным трубачом и композитором Дэйвом Бартоломью. Неожиданно новоорлеанский саун приобрел всенародную популярность. В 1973 году в интервью BBC Фетс Домино рассказал о своей юности и молодости. Мне было 17, когда в 49 вышла моя первая пластинка. Я никогда не думал, что стану профессионалом. Я работал на лесопилке и там в проигрыватель-автомате впервые услышал номер 1 хит парада. И он мне понравился. Это был фортепианный номер Альберта Эммонса «Свенни Ривер Буге». Субтитры создавал DimaTorzok В 1955 году, когда началась эпоха рок-н-ролла, Домино выпустил очередной хит «Ain't That A Shame», который смог не только возглавить черный чарт, но и попасть в белый поп-чарт. Правда, случилось это не сразу. Первый большой успех с «Ain't That A Shame» поимел Пэт Бун. Певец был известен тем, что брал талантливые песни у черных исполнителей и облагораживал их для белой публики. Вот и на этот раз он сомневался, не стоит ли изменить название песни Домино «Разве это не позор» на менее резкое «Разве это не стыдно»? Однако лейбл убедил его, что оригинальное название только привлечет публику. И не ошибся. Версия Буна заняла первое место в поп-чартах, а уже после этого белая публика заметила и оригинал. Единственный, кто всегда стоял перед молодым исполнителем, был Элвис Пресли, у которого было больше шансов благодаря его расовой принадлежности. Ближе к концу 50-х разрыв в продажах пластинок был просто до смешного незначительным. Джон Леннон признавался, что «Ain't That A Shame» стала первой песней, которую он выучил играть на гитаре. А в 79-м году группа «Чип Трик» записала новую, более тяжелую версию со вступительным гитарным запилом, угодившую в американский ТОП-40. Свой же главный хит Blueberry Hill «Черничный холм» Фэтс Домино записал в 56-м. Кстати, преодолевая упорное сопротивление продюсера, надо сказать, что аргументы были вполне разумными. Зачем тебе записывать песню, которую до тебя успешно исполняли миллион раз? Ну, миллион не миллион, а песня была действительно старенькая. Ее написали еще в 39-м году троица Винсент Роулс музыку, Ал Льюис и Ларри Сток слова. Забавно, что среди издателей нашелся один дотошный сноб, который отказался выпускать Blueberry Hill на основании того, что черника на холмах не растет. Придирка звучит более чем странно, если учесть, что песня рассказывала не о чернике, а о прекрасной девушке, которую герой встречает на том самом холме. И пусть после этого влюбленные навсегда расстаются, та лунная ночь осталась в их памяти навсегда. К счастью, других издателей ботаническая точность волновала мало. В 40-м году первую версию Blueberry Hill записал оркестр Сэмми Кея с вокалом Тома Райана. А в 41-м песня вошла в саундтрек вестерна «Поющий холм», где ее исполнил Джин Отре. Из других версий стоит отметить кавер Луиса Аркстронга 49-го года. I found my thrill On Blueberry Hill On Blueberry Hill When I found you Именно он вдохновил Фетца Домино записать свой вариант. Правда, певец несколько раз забывал слова, поэтому окончательную запись пришлось собирать по кусочкам из разных дублей. Как вы догадываетесь, продюсер был посрамлен. Blueberry Hill в исполнении Домино возглавила хит-парад США и превратилась из ретро в рок-н-рольный стандарт. Песню перепевали еще множество раз, а Рей Манзарек из The Doors даже признался, что именно она вдохновила группу на создание хита «Light My Fire», хотя лично я никакого сходства между композициями так и не уловил. I found my thrill On Blueberry Hill Интересно, что одним из последних знаменитых исполнителей Blueberry Hill стал Владимир Путин. Он спел песню в декабре 2010 года на благотворительном мероприятии и признался, что выучил ее в рамках прохождения курсов по английскому языку. I found my thrill Old Blueberry Hill Old Blueberry Hill Where I found you По признанию певца, история песни «I'm Walking» началась в тот день, когда у него заглох автомобиль и пришлось добираться до студии пешком. Один из поклонников увидел это, закричал «Эй, посмотрите, Фэтс Домино идет!» «Ну да, я иду», подумал он и в главе тут же родилась строчка «Я иду и я говорю». Хотя остальной текст песни получился грустным. Героя оставила девушка и он надеется, что она вернется. Музыка, напротив, места для грусти не оставляла. «I'm Walking» вышел настолько энергичный, что казалось герой не идет, а бодро бежит. Недаром Домино всегда повторял, что и бог Кредо писать счастливые песни, которые бы хорошо запоминались, а на концертах неизменно улыбался. Сингл «I'm Walking» вышел в 1957 году и стал номер 4 в США. Музыка, напротив, места для грусти не оставляет. Несмотря на огромную популярность как среди белых, так и среди черных фанатов, во время гастролей по стране в 50-х Домино и его группе часто отказывали в жилье из-за его цвета кожи, и им приходилось использовать отдельные помещения, иногда за несколько миль от места проведения. Несмотря на это, в 58-м году у Домино вышла еще одна позитивная песня – «Hole Lotta Lovin» – «Целая куча любви». Ее игривый текст представлял собой признание в настоящей любви и сопровождался звуками поцелуев. Несмотря на популярность, жизнь певца со стороны кажется спокойной и просчитанной до мелочей. В начале 60-х годов музыкальные продажи достигли невероятных 30 миллионов проданных копий. Но постепенно рок-н-ролл начал терять свою популярность и уходить на второй план, уступая место пока еще спокойному, но не менее эмоциональному року. Первые позиции начали занимать по большей части британские исполнители, такие как «Битлз», которые как раз начали набирать популярность. Хоть позиции исполнителя и были сдвинуты вниз хит парадов, он не сдавался. Первой удачной попыткой вернуться на вершину музыкального мира стал кавер на «Леди Мадонна», который принадлежал как раз группе «The Beatles». После этого у Антуана началась активная деятельность в мире кинематографа. Он снялся во множестве фильмов, которые рассказывали историю великого рок-н-ролла. Практически во всех кинолентах, где он снялся, он играл роль самого себя и пел песни, которые в свое время были хитами. В самой серьезной из этих лент «The Girl Can't Help It» Домино спел очень интересную версию «Blue Monday». Несмотря на призывы покинуть новый Орлеан до урагана Катрина в 2005 году, Домино предпочел остаться дома со своей женой Розмари, которая в то время была в плохом состоянии. Когда обрушился ураган, дом Домино был сильно затоплен и легендарный музыкант потерял практически все свое имущество. Многие подумали, что он даже мог умереть во время шторма. Но Домино быстро развеял слухи о его кончине, выпустив альбом «Alive and Kicking» в 2006 году. Прибыль от продаж пластинок музыкант отдал фонд, который помогал нуждающимся жителям нового Орлеана. Чтобы собрать деньги на ремонт дома самого Домино, друзья и рок-звезды, такие как Пол Маккартни, Роберт Плант и Элтон Джон записали благотворительный трибют альбом «Going Home – A Tribute to Feds Domino». Субтитры создавал DimaTorzok Сложно отрицать тот факт, что Домино стал одним из отцов-основателей рок-н-ролла, и это четко показано в «Jambory», «Let the Good Times Roll» и многих других кинолентах. Музыкант был приверженцем четких убеждений в том, что если он начал свою карьеру в эпоху рок-н-ролла, то он будет работать с этим жанром до конца своей музыкальной деятельности. В альбоме «Fats is Back» четко видно старую школу, которая была полной противоположностью новой моде на рок. Постепенно популярность начала угасать, и это можно было увидеть сначала по уменьшающемуся количеству продаж пластинок, затем по редеющим концертным залам. Музыкант, как обычно полный оптимизма, продолжал писать музыку. До конца жизни Домино продолжал радовать фанатов своими каверами и новыми звучаниями старых песен. Тем не менее, с каждым годом он все реже появлялся на сцене, предпочитая проводить время с женой, детьми и внуками. Умер музыкант 24 октября 2017 года в возрасте 89 лет. Об этом сообщила дочь музыканта, которая рассказала, что его смерть была спокойной в кругу семьи и друзей. Что касается его вклада в историю музыки, один из критиков сказал, что Домино – это как краеугольный камень. Вы строите новую церковь и кладете краеугольный камень. И если церковь сгорит, краеугольный камень будет все еще там, где вы его оставили. Домино – это как краеугольный камень. Домино – это как краеугольный камень.